Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы проглушим разговор о книге «Исходы» и обратимся сейчас к 20 главе. Все, какие есть на белом свете превосходные степени, важный, важнейший, центральный текст, все это можно сказать о 20 главе, особенно о ее первой половине, потому что и в самом деле это квинтэссенция смысла Ветхого Завета, да может быть и один из самых важнейших с практической точки зрения текстов всей Библии в целом. Это 10 заповедей. Это условия того Завета, который Бог заключает со своим народом. Условия, та воля Бога исполнять, которую обещают люди, вступающие с Богом в Завет, и исполнение которой, этой воли Божьей, становится условием того, что Бог принимает нас в качестве своего удела царственного священства и народа святого. Новый Завет, о котором мы читаем в Евангелии, вестниками которого становятся апостолы, также подразумевает именно эти заповеди, когда апостол Петр, например, в своем письме говорит, что крещение – это не плотской нечистоты омытия, обещание Богу доброй совести – речь идет именно об исполнении вот этих 10 заповедей. Это и есть добрая совесть. Коротко говоря, 10 заповедей никто не отменял, и они точно так же обязательны к исполнению христианами, как они обязательны были к исполнению израильтянами и всеми вступающими в тот или иной Завет, в ту или иную форму Завета с Богом. Структура, природа 10 заповедей таковы, что дали исследователям, толкователям основание называть то, что рождается в Синайском Завете этическим монотеизмом, почитанием единого Бога, в центре которого нравственная жизнь людей. В 10 заповедях мы обнаруживаем первую часть, которая говорит о взаимоотношениях людей с Богом, вторую часть, которая говорит о взаимоотношениях людей друг с другом, они никак формально не отделены и не отделимы друг от друга, они, конечно, могут быть законспектированы в двух фразах «возлюби Господа Бога твоего и ближнего», как самого себя, как начали это формулировать раввины где-то за полвека до Рождества Христова и как формулирует это сам Господь, эти заповеди вообще молчат о религиозной стороне дела. И, в общем, среди толкователей, пожалуй, наблюдается единое мнение, что это потому, что единый Бог ожидает от людей не религиозного, а нравственного поклонения. теперь вообще первая половина совершенно уникальная вещь и для религиозной культуры той эпохи, и на самом деле для современного мира, для любой эпохи, вот для человеческих попыток найти Бога и следовать за Ним – это совершенно уникальная вещь, абсолютно уникальная, менее уникальная в каком-то смысле, напоминающая многие правовые системы древнего Ближнего Востока, вторая половина Деколога, тоже, тем не менее, довольно радикально отличается от, так сказать, ее исторического контекста, эти отличия бросаются в глаза. Но все-таки вот первая часть, первые заповеди. Изрек Бог Моисею все слова сии, говоря, «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя иных богов перед лицом моим». Невозможно почитать ничто или никого, если ты почитаешь единого Бога. Или, или. Это очень, я бы сказал, нелиберальный выбор. Вот для современного, по крайней мере, человека в ХХ веке, да и раньше тоже, и в разные эпохи, конечно, находилось немало желающих совместить почитание единого Бога, того самого настоящего, который вывел этот народ из Египта, из дома рабства, сочетать чем-нибудь еще. И это что-нибудь еще может быть что угодно, от колдовства и алхимии до каких-нибудь малопочтенных мистико-аскетических или еще каких-нибудь наркотических практик. Вот желающих и в современном мире тоже совместить вроде бы почитание единого Бога, которое в нашем историческом контексте почти исключительно принадлежит мусульманам и христианам, конечно же, да, вот совместить с чем-то еще желающих очень много. Для древнего Израиля это тоже было очень актуально, потому что вокруг этого народа не слишком многочисленного, достаточно слабого, куча племен, которые кого только не почитают. Бог-ревнитель, он не соглашается на инклюзивный пантеон. Это радикальное отличие Бога Израилева, Бога Авраама, Исаака и Аква от ненастоящих богов, потому что практически в любой религиозной культуре той эпохи обязательно пантеон, и он может включить в себя кого угодно, в зависимости от культуры. У земледельческих народов это пантеон, в котором божества олицетворяют силы природы, у скотоводческих народов, больше кочевых, там какие-нибудь еще стихи, и тем не менее одно вполне может включить другое, и они совмещаются как угодно в любых сочетаниях. Бог говорит, «Да не будет у тебя иных богов перед лицом моим. Или ты почитаешь только меня, или это не будет заветом со мной». Ну, без подробностей, но все мы тоже свидетели того, как в наше время пышным цветом цветут всякие астрологии, экстрасенсы и прочие хумвибины. Вот или-или ты не можешь почитать единого бога и что-то еще. Теперь вторая заповедь, «Да не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им». По крайней мере, в формальной и в узком смысле слова речь идет о запрете изображений, потому что, конечно, все языческие культуры подразумевают разнообразных идолов или кумиров из чего-нибудь сделанных человеческими руками, которые считаются магическими артефактами, несущими в себе силу божества, к которым можно там как так или иначе прикоснуться, бегать с ними вокруг неприятельского войска, чтобы у неприятельского войска случилась эпидемия или там все тетивы в луках порвались, прикоснуться, чтобы получить какую-то там энергию или еще что-нибудь хорошее, исцеление и так далее. Вот все эти идолы не просто изображают тех божеств, которые ты, участник завета с Богом, почитать не можешь, но они еще и считаются адептами таких культов. Вот действительно присутствуем такой, я бы сказал, подобной радиации силе или а-ля полинезийская мана. Вот да. Для более современных толкователей, христианских в частности, да уже и, пожалуй, с поздней античности постепенно становится все более актуальным расширительное понимание идолопоклонства. Ну, потому что всерьез уже сейчас не найдешь в здравом уме и трезвой памяти человека, который будет разглядывать Венеру Милонскую как носителя некой мистической силы. Ну, или какие-нибудь еще ацтекские статуи, тоже очень впечатляющие. Нет. Но прошедшие со времен заключения Синайского завета три с половиной тысячи лет засвидетельствовали нам с вами, что идолом тем, в чем ты предполагаешь магическую мистическую силу, могут быть очень многие вещи политические, культурные, философские, не знаю, наверное, тоже можно придумать какие-то примеры. Идолом для нас становится все то, чему мы служим, если это не сам Бог, все то, что становится формирующей наши взгляды и поступки силы. И поэтому после примерно начала четвертого века, после, по крайней мере, императора Константина, может быть, после конца четвертого века, в основном люди говорят здесь не о кумирах как таковых, всяких изображениях божеств с целью поклонения, а о внутреннем идолопоклонстве. Дети, храните себя от идолов. Это очень важная вещь, на самом деле, одна из самых актуальных и трудных для христиан, потому что наша история свидетельствует, что мы можем сделать идола много из чего, в том числе из собственной традиции или из текущих обстоятельств внешнего мира или из благополучия собственного, из чего угодно. В общем, если очень подробно рассматривать, это достаточно пространный разговор. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. В суе, как это звучит в славянском переводе, речь идет о том, что участники завета уверены, что имя Божье это не просто идентификатор, а некоторая непостижимая форма присутствия Бога. Там, где Бог присутствует, там называется, произносится Его имя. Там, где произносится Его имя, Бог присутствует. Поэтому в конечном итоге ко времени плена, по крайней мере, вот формируется запрет вообще на произнесение имени Божьего вне Иерусалимского храма. Да, вот так. Имя это великая святыня. И если ты ее произносишь, ты ее произносишь в соответствующем контексте и в соответствующей интенции для того, чтобы к Богу обратиться и с Ним говорить. И, как мы видели в предыдущих главах, в первую очередь, чтобы благословлять величие Божье, благословлять имя Божье, а не в качестве магического заклинания. или не приведи Господь божбы, ругательств, ну, или каких-то эмоциональных выкриков, да, которые очень характерны для шимпанзе, например, у них подобного рода вещи встречаются очень часто, а у людей обычно облекаются в какую-то конкретную группу слов. Это либо ругательство, либо вот пустое, всуе произнесение имени Божьего. Участники завета, те, кто заключили его с Богом, те, кто сформировали предание, собственно, Моисей, устное предание, те, кто его записали и составили из этих записей наличествующий рассказ, считали, были уверены, что имя Божье это непосредственное прикосновение самого Божества, присутствие, как вот это густое облако на вершине горел Синаи. И еще одна заповедь, помни день субботний, чтобы светить его. Как мы говорили, во всяком завете, которое великий властелин заключается своими подданными, существует обозначение того, что договор завет существует. Вот есть заключен там, на границе, где живет это племя, властелин ставит каменную стелу, обелиск, например, памятный знак, какое-нибудь изображение наскальное на Ближнем Востоке, археологам их известно немало. А если народ бунтует, племя бунтует против этого властелина, они эти обелиски на границе или в столице опрокидывают, или там какую-нибудь статую властелина, царя, фараона, опрокидывают, сбрасывают с пьедесталов, и это проявление непокорности, знак того, что договор нарушен. Вот это нормально, естественно, должно быть в такого рода заветах. В завете Бога с Израилем, который он заключает на горе Синай, таким знаком, знамением является суббота. На самом деле, конечно же, еще есть обрезание, которое было дано в качестве такого знака еще Аврааму, но специально для евреев, для участников вот этого Синайского завета, суббота, ее исполнение, ее соблюдение правил и законов о субботе, это знак того, что завет нами не нарушен. То, что Бог не нарушает свой завет и не отворачивается, об этом разговор идет во многих речах пророков, которым Бог говорит о том, что даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. С нашей стороны, вот мы видим, что завет существует, потому, что мы совершаем празднование субботы. Знак того, что Божий завет существует в том, что делаем мы сами. Помните, как в той же самой логике в начальных главах исхода Бог говорит Моисею, ты выведешь народ мы из Египта, и вот тебе знак, когда ты придешь сюда, ты совершишь здесь служение мне. Вот так. на практике празднование субботы это день, в который Господь запрещает делать свои дела и предписывает делать дела Господни, собственно говоря, суббота Господу Богу Твоему. и это стало днем молитвы, днем благодарения, днем тишины. В первую очередь, конечно, благодарение за избавление, которое Бог дарует народу своему. В предыдущих главах мы видели, что он повелевает сохранять память об исходе из рода в род. И вот субботняя молитва, субботнее благословение Бога и становятся формой такой традиции, то есть передачи этой веры и доверия и благодарности к избавителю. Ко временам Нового Завета эта заповедь обросла разными подробностями и весьма специфическими толкованиями, которые может быть сейчас здесь и не так важно обсуждать. Важно, что Господь во-первых объясняет, автор Моисей объясняет, здесь речь идет о том, что вот как Бог шесть дней творил мир и в седьмой день почил, так и у нас мы делаем свои дела и в седьмой день обращаемся к Творцу. Вторая половина десяти заповедей, вернее, на самом деле чуть больше, потому что первых четыре об отношениях с Богом и остальные шесть о отношениях людей друг с другом, с одной стороны выглядят вещами очень понятными. Особенно в конце двадцатого века было модно называть это общечеловеческими ценностями, хотя это, конечно, выдача желаемого за действительное. Это нормы, касающиеся этического поведения, того, как люди должны поступать по отношению друг к другу. И это, собственно, оказывается тоже требованиями завета, требованиями завета, не формы почитания и поклонения, а именно нравственность, то, как наша социальная общая жизнь формируется, вот это важно для Бога. Со временем через пророка Михея Господь кратко сформулирует, «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь Бог твой, поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Господом Богом твоим». Вот первые четыре заповеди это про смиренно мудренно ходить перед Господом Богом твоим, а остальное поступать справедливо и любить дела милосердия. Здесь заповеди эти сформулированы, в отличие, кстати, от других частей Торы, без подробностей, которые могли бы ограничить спектр применения этих заповедей. здесь мы хотели бы видеть суженные области определения заповедей «не убивай» или «не прелюбодействуй», а Моисей формулирует их и предание сохраняет их вот в таком виде простом «не убивай», ни о каких обстоятельствах, когда можно и нельзя, речь не идет. Это, кстати, оказалось очень трудным и до сих пор непосильная задача для очень многих людей, может быть, и для всех, тот факт, что заповедь «не убивай» ничем не ограничена, не бывает обстоятельств, когда это допустимо. Заметьте при этом, что дальше мы увидим в законе немало случаев, которые караются смертной казнью, и это очевидное противоречие, в общем, в книге исхода неразрешающиеся. Основополагающая форма заповеди все-таки вот здесь. Точно так же «не кради», точно так же «не прелюбодействуй», «почитай, отца и мать», «не лги и не завидуй». С одной стороны, конечно, речь идет о человеческих поступках, которые должны соответствовать этим требованиям, а с другой стороны, в общем, довольно понятно, что эти поступки определяются тем, что у нас внутри мы должны владеть собой и отвечать за свои действия, и не нарушать этих заповедей. Вот не нарушать и все тут. Мы их часто запомнить-то не в состоянии 10 заповедей носят абсолютный характер. Нет обстоятельств, когда они могли бы быть нарушены. Нет обстоятельств, когда они могли бы быть поставлены под сомнение. Нет обстоятельств, когда они могли бы быть ограничены в том или ином смысле. И если Если эти десять заповедей подытожить, как это делали люди достаточно давно, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя, люби ближнего твоего, как самого себя, вот, или еще один вариант, не делай другому того, чего не хочешь себе. Хотя, на самом деле, конечно, не делай другому того, чего не хочешь себе, это все-таки некоторое упрощение. Вот эти заповеди Господь через Моисея передает в качестве условий завета, того завета, о котором народ сказал, все исполним и будем послушны. И вот Господь объясняет, что именно надо исполнять. И народ весь видит громы, пламя, звук трубный, дымящуюся гору, когда даются эти заповеди, отступает, стоит вдали. И, смотрите, говорит Моисею, давай ты будешь говорить с Богом, а потом придешь к нам, и мы будем тебя слушать, потому что если мы будем слушать, слышать Бога, то умрем. Значит, чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Не переносим, не переносим этот звук, не переносим этот факт, вот этого откровения правды Божьей. Ну, во-первых, в конечном итоге посредником между Богом и людьми, по подобию которого действует Моисей, станет Господь Иисус Христос, подлинный посредник, подлинный ходатай, как выражают апостолы Павел. И, кроме того, Моисей народу говорит, не бойтесь, Бог пришел к вам, чтобы страх, чтобы испытать вас, чтобы страх его был перед лицом вашим, чтобы вы не грешили. Заповеди даются для того, чтобы не совершали люди грех. Эти заповеди, собственно, вот этот закон Божий довольно понятный, довольно простой, дается для того, чтобы дать нам возможность, чтобы сделать нас способными не грешить. Дальше в Ветхом Завете будет очень развиваться такая мысль, что Господь к нам пришел, чтобы мы не грешили, а вот возможно ли это? Об этом будут говорить и Исаия, и Иеремень, и Эзекииль, некоторые другие пророки. Ну вот, важно, что в законе задачи, для чего нужен закон, для чего нужен завет, вот формулируется так, чтобы вы не грешили. И дальше, собственно, с 21 стиха этой главы начинается весьма пространный разговор о подробностях, о том, что можно, чего нельзя и как надо поклоняться Богу. В первую очередь, в конце этой главы автор передает конкретно очень сформулированный запрет делать изображение, делать идолов. Не делайте передо мной богов серебряных или золотых, не делайте этого. Если делаете мне жертвенник, сделайте из земли простой, ну, какой-то формы, вот, возвышения из земли. А если будешь делать из камней, не делай из камней тесаных. Бог предлагает в качестве жертвенника использовать необработанный камень или просто землю, то есть насыпать плоской вершиной кучу земли или уложить камень. И не восходи по ступеням. Запрещается здесь делать ступени, по которым люди поднимаются к жертвеннику. Заметьте, что это очень архаичная деталь, потому что в поздних святилищах, как в Северном царстве, так и в Иерусалимском храме ступеней очень даже много. И возникает даже особый жанр поэзии, псалмов, песнь ступени или степенны в славянском переводе, которые поются при восхождении в храм по ступеням. Здесь вот предполагается все это делать в очень большой простоте. Это важная подробность, которая характеризует, собственно, задачу. Бог не говорит о том, как нужно устроить культ. Бог говорит о том, как нужно устроить жизнь. И это, наверное, самая важная, самая главная особенность закона. Бог говорит о том, как нужно устроить жизнь. Бог говорит о том, как нужно устроить жизнь. Продолжение следует...